в этом видео я продолжаю показывать популярное расширение от небезызвестных разработчиков regular labs и в этом видео мы с вами посмотрим зачем нужен плагин под названием snippets в чем его польза меня зовут федор васильев и давайте рассмотрим данный плагин в прошлом видео я показал как расширить функционал jumla для модулей чтобы по разным критериям задавать например отображение модулей на вашем сайте jumla давайте также я перейду в свой тестовый сайт и посмотрим плагин snippets также плагин вы можете скачать бесплатную версию сайта разработчика или же из jet вкладки если вы такой пользуетесь если она у вас установлена здесь через поиск я по названию плагина ищу данный плагин вот я вот здесь нахожусь не пиц нажимаем на него дальше install еще раз установить плагин успешно установился и давайте посмотрим принцип работы зачем он нужен как только он установился мы с вами можем сразу посмотреть компоненты вот здесь вот появляется сразу snippets также у нас в плагинах появляется два плагина которые автоматически активируются snippets вот он snippets button и системный плагин там настроек никаких нет просто они должны быть включены мы переходим с вами сюда и вся работа будет здесь здесь неограниченное количество можете заготовить контент для ваших статей что это может быть это какой-то контент то есть это картинки ссылки текст которые часто у вас в каждой статье просто дублируются и чтоб каждый раз в новой статье не писать то же самое не вставлять то же самое как раз таки здесь вот этот snippets будет полезен давайте на примере как это работает вы нажимаете здесь создать пишите какой-нибудь заголовок здесь обычный редактор джумла да давайте загрузим какое-нибудь изображение например мой курс сделаю поменьше картинку сделаю картинку по центру ниже я напишу слово курс допустим сделаем его побольше размером сделаем также по центру жирным допустим вот такой вот контент состоящий из картинки возможно ссылки текста все что угодно да я хочу чтобы он у меня очень часто повторялся в каких-то статьях и чтоб каждый раз это не создавать заново здесь нажимаем сохранить можем здесь закрыть и смотрите здесь может быть список просто неограниченного количества заготовок для разных статей просто нажимаете создать и создаете новую заготовку теперь как готовый ваш контент вставлять в ваши статьи на самом деле здесь бесплатные версии данного плагина возможно будет недостаточно обратимся техническую поддержку данному разработчику данному плагину здесь нужно вставлять вот такой вот конструкцию с вашим индификатором то есть в бесплатной версии нам придется руками прописывать статью вот такой short кода или кода так скажем если мы будем использовать про версию то там добавляется кнопочка удобная прямо в редактор давай сейчас это посмотрим я перехожу как обычно статьи создать статью видим что кнопок в редакторе нет то есть это доступно только в про версии здесь уже вы решаете он в принципе недорогой но если для вас это критично то все равно процесс создания статьи будет ускорен если вы будете вставлять заготовки даже вот так вот напрямую да вот таким вот short кодом как нужно его вставить вот например с сайта разработчика вы скопировали эту конструкцию смотрите вы возвращаетесь сюда в сниппец вам нужно получить индификатор индификатор заголовка вот он автоматически создается если мы внутрь посмотрим вот ведь написано индификатор заголовка у меня это федор он создается от вот этого названия которого здесь пропишите название может быть вот здесь прописано по-русски неважно индификатор именно этого контента здесь смотрите здесь надо будет заменять ваш индификатор снепец федор вот таким вот образом чтобы именно этот контент заготовленный подставлялся в статьи давайте я вернусь в статьи зайду в только что созданную статью есть какой-то у меня текст просто напрямую вставляю вот такую вот конструкцию шорт-кода и теперь нам нужно посмотреть то что на сайте он не будет так выглядеть на сайте здесь вместо шорт-кода будет подставляться ваш заготовленный контент давайте это посмотрим я обновляю страницу смотрите видите статья тест я так и назвал тест вот она статья тест видите нету шорт-кода вот этот текст текст тест который там был вот он подставляется в другой статье о чем еще нужно здесь вам рассказать смотрите создаем еще одну статью тест тест 2 и допустим в этой же статье нам нужно дублировать тот же контент проставляют тот же шорт-код сохранить обновляюсь с 2 видим тест 1 видите как бы в разные статьи один тот же контент но что если нам нужно поменять вдруг ошибка или еще что-то в этом сниппете как себя поведут статьи а у вас уже сотня статей созданных с этим шорт-кодом я вам хочу сказать вы поменяете это в одном месте вашем сниппете и это все будет меняться сразу во всех ваших статьях сколько бы их не было создано вот сейчас наглядно покажу вы видите в двух статьях один тот же сниппет выглядит они одинаковы мы с вами возвращаемся в наши сниппеты заходим в конкретный сниппет и меняем то что мы хотели поменять давайте просто сделаю курс восклицательный знак выделю и сделаю другим цветом просто для теста вот так вот сохранить закрыть теперь просто обновляю сайт видим что в статье тест 2 поменялось и автоматически поменялось в другой статье тест получается если это будет в сотне статьях в 1000 ваших статьях будет меняться одновременно везде ну а теперь посмотрим удобство самой про версии да то есть добавление вот этой вот кнопки в редактор здесь просто необходимо про версию архив я устанавливаю просто поверх прямо на бесплатную версию устанавливаю и просто протестируем перейдем в материала создать материал как только про версия становить ее вот здесь видите появляется очень удобная кнопка вот как раз таки без нее я считаю смысла нет вот именно в этом бесплатном плагине потому что кнопка здесь необходимо смотрите нажимаем фрагмент вот так вот во всплывающем окне вы увидите список всех ваших заготовленных контентных частей просто кликайте по нужному заголовку и вы видите автоматически сниппет будет проставляться в статью то есть это многократно ускоряет рабочий процесс удобства пользования и так далее стоит он в принципе не так уж и много 19 евро да но это скорее всего подписка пока подписка активно вы сможете скачивать актуальные версии и пользоваться этой версии даже если подписка ваша истечет просто не сможете там в дальнейшем обновление качать ну то есть достаточно просто выкупить один раз и в принципе годами пользоваться если конечно вы не ждете какие-то от нее новшеств потому что все плагины этого разработчика очень часто обновляются и бывают какие-то очень полезные фишки появляются в ваших любимых плагинах тогда конечно подписка если закончена надо будет продлить подписку и конечно же сможете скачать уже актуальную версию надеюсь для вас урок был полезен и понятен а в следующем видео я покажу очень полезный интересный плагин от данных разработчиков это всплывающие подсказки в статьях покажу на примере как это работает и как это можно применить